Продолжение следует... Итак, приступим. Лучевая диагностика коронавирусной болезни, методология, интерпретация результатов. В конце 2019 года в Китайской Народной Республике произошла вспышка новой коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения 11 февраля 2020 года определила официальное название инфекции, вызванной новой коронавирусом – COVID-19. Коронавирусы – это большое семейство РНК-содержащих вирусов, способных инфицировать как животных, их естественных хозяев, так и человека. У людей коронавирусы могут вызвать целый ряд заболеваний от легких форм острой респираторной инфекции до тяжелого острого респираторного синдрома. Откуда произошло название коронавирус? Название это связано с остроением самого вируса. Из суперкапсида, то есть вирусной оболочки, выдаются большие шиповидные отростки в виде булавы, которые напоминают корону. Природным резервуаром вируса являются летучие мыши. Дополнительным резервуаром могут служить млекопитающие, поедающие летучих мышей и с дальнейшим распространением среди людей. Филогенетические исследования выделенных штаммов показали, что геномные последовательности вирусов, найденные в летучих мышах, на 99% идентичны тем, что выделено у пациентов с COVID-19. Основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. И наибольшую опасность для окружающих представляет человек в последние два дня инкубационного периода и первые дни болезни. Инкубационный период COVID-19 от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток. Существует несколько путей передачи инфекции, это воздушно-капельный, воздушно-пылевой и контактный. Ведущий путь передачи инфекции, это воздушно-капельный, он реализуется при кашле, чихании и разговоре на близком расстоянии, менее 2 метров. Воздушно-пылевой путь реализуется за счет распространения взвешенных в воздухе ядер капель, аэрозолей, в которых вирус долгое время остается жизнеспособным и может переноситься на большие расстояния. И третий путь, это контактный, он реализуется во время рукопожатий и других видах непосредственного контакта с инфицированным человеком, а также через пищевые продукты, поверхности и предметы, кантомированные вирусом. Новая коронавирусная инфекция включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Эпидемия COVID-19 вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения. И 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 – пандемией. Наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония. Итак, остановимся на лучевых методах исследований, применяемых для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. К ним относятся обзорная рентгенография органов грудной клетки и компьютерная томография органов грудной клетки. Методы лучевой диагностики применяют для выявления COVID-19 пневмонии, их осложнений, дифференциальной диагностики с другими заболеваниями легких, также для определения степени выраженности и динамики изменений и для оценки эффективности проводимой терапии. Принципы выбора лучевых методов исследования. Если симптомы и клинические признаки ОРВИ отсутствуют, даже на фоне релевантных аномнистических данных, то применение лучевых методов исследования не показано. Если симптомы и клинические признаки ОРВИ есть, рекомендуется выполнение стандартной рентгенографии органов грудной клетки. Если симптомы и клинические признаки ОРВИ есть, также имеется подозрение на COVID-19 на основе аномнистических данных, рекомендуется выполнение компьютерной томографии органов грудной клетки. Также выполнение компьютерной томографии органов грудной клетки рекомендуется для оценки динамики уже верифицированной вирусной пневмонии. Кратность повторения компьютерной томографии или рентгенографии зависит от клинических показаний, диктующих необходимость динамики. Рекомендуемая кратность повторения для компьютерной томографии и рентгенографии не реже, чем 1 раз в 7 дней. Объективная оценка динамики возможна при сопоставлении данных одного вида исследований. Применение рентгенографии. Рентгенография в рентгеновском кабинете проводится с использованием стационарного или передвижного рентгеновского аппарата в двух стандартных проекциях – прямой и передней, и правой боковой. Рентгенография в урит проводится с использованием передвижного рентген-диагностического аппарата в одной стандартной проекции – прямой задней при положении пациента на спине или в прямой передней при положении пациента на животе. При необходимости может быть выполнена латерограмма. Обращаю ваше внимание на то, что на рентгеновском снимке обязательно должна присутствовать стандартная маркировка и дополнительная информация. Это время проведения рентгенографии в часах и минутах, положение пациента, лёжа на спине или на животе. Для оценки пациентов с предполагаемой или известной пневмонией COVID-19 другие рентгенодиагностические методики, такие как рентгеноскопия, линейная томография и прочие, не используются. Рентгеносемиотика вирусной пневмонии COVID-19. К основным рентгенологическим проявлениям вирусной пневмонии COVID-19 относятся многочисленные уплотнения лёгочной ткани различной формы, интенсивности и протяжённости. Чаще всего это панглобарное периферическое или базальное расположение. Может быть гидроторакс, чаще левосторонний, и диффузное повреждение лёгких, альвеолярное, это симптом белых лёгких. Нетипичные проявления для COVID-19. Очаговая инфильтрация, очаговая диссиминация, полости распада, односторонний характер поражения лёгочной ткани и расширение корней лёгких. Степени изменения лёгочной ткани при COVID-19 по данным рентгенографии органов грудной клетки. Рентген 0. Когда изменений на рентгенограмме нет, при наличии клинической картины рекомендуется выполнение компьютерной томографии. Лёгкая степень рентген 1. Уплотнение лёгочной ткани низкой интенсивности, округлой формы и различной протяжённости. Чаще всего это мультилобарное периферическое или базальное расположение. Вовлечение паренхимы лёгкого менее 25%. Средняя тяжёлая степень рентген 2. На рентгенограмме мы видим неоднородные уплотнения лёгочной ткани, округлой формы и различной протяжённости. Чаще мультилобарное периферическое или базальное расположение. Вовлечение паренхимы лёгкого 25-50%. Тяжёлая степень рентген 3. На рентгенограмме мы видим билатеральные участки альвеолярной инфильтрации, средней и высокой интенсивности, широким основанием прилежащие к остальной плевре, также склонные к слиянию. Вовлечение паренхимы лёгкого 50-75%. И последняя степень – это рентген 4, критическая. На рентгенограмме мы видим сливные зоны уплотнения лёгочной паренхимы средней интенсивности, диффузное альвеолярное повреждение лёгких, симптом белых лёгких, плевральный выпад вовлечение паренхимы лёгкого более 75%. Как правило, если на рентгенограмме мы видим малоинтенсивные уплотнения или затемнение лёгочной паренхимы, они соответствуют КТ-симптому матовое стекло. Если на рентгенограмме мы видим среднеинтенсивные и высокоинтенсивные уплотнения лёгочной паренхимы, они соответствуют КТ-симптому консолидации. Далее мы поговорим о применении компьютерной томографии при диагностике новой коронавирусной инфекции. Компьютерная томография имеет высокую чувствительность в явлении изменений в легких, характерных для COVID-19. Массовое применение КТН для скрининга о симптомных и легких форм болезни не рекомендуется. Компьютерная томография органов грудной клетки выполняется с применением протокола стандартной компьютерной томографии органов грудной клетки. Сейчас мы поподробнее разберем основные КТ-симптомы патологии в легких. К ним относятся. Первое. Матовое стекло, указанное стрелочками. Это участок частично воздушной легочной ткани, на фоне которого видны сосуды, просветы бронхов и их стенки. Консолидация. Это участок без воздушной легочной ткани с видимыми в нем воздушными просветами бронхов и воздушными полостями, например, эмфиземы. Сосуды и стенки бронхов в зоне уплотнений не видны. Следующий КТ-симптом – это ретикулярные изменения. Тонкие линии патологически измененного легочного интерстиция, формирующие сеть. На рентгенограмме ретикулярные изменения выглядят как ячеистрая структура легочной паренхимы. Симптом булыжной мостовой. Изображение ретикулярных изменений на фоне уплотнений по типу матового стекла. Следующий симптом – это симптом воздушной бронхографии. Видимость заполненных воздухом бронхов в уплотненной легочной ткани свидетельствует о сохранении бронхиальной проходимости. Симптом ореола. Или по-другому синоним – симптом ободка. Это зона матового стекла вокруг зоны консолидации или участка деструкции. Обычно имеет кольцевидную форму. Симптом обратного ореола – это зона консолидации легочной ткани вокруг участка матового стекла. Далее мы рассмотрим типы расположения измененных участков легких. Перебронховоскулярное распределение. Это расположение измененных участков легочной ткани вдоль бронхов и сосудов легкого. Одинаково выявляется при рентгенографии и компьютерной томографии. Следующее – это перелагулярные изменения. Уплотнение легочной ткани вдоль междольковых перегородок – один из важных признаков организующейся пневмонии. Это КТ-симптом. Кортикальное или синоним субплевральное – периферическое распределение. Расположение измененных участков легочной ткани вдоль висцеральной плевры – реберной, диафрагмальной, медиастинальной, междолевой. Одинаково выявляется как при рентгенографии, так и при компьютерной томографии. При корневое центральное распределение – это расположение измененных участков легочной ткани в области корня легкого. Одинаково выявляется при рентгенографии и компьютерной томографии. Уважаемые коллеги, очень важным моментом в описании рентгенограммы или компьютерной томографии органов грудной клетки является оценка объема поражения легочной паренхимы. На протяжении всей пандемии было предложено несколько способов оценки объема, площади, протяженности измененной легочной паренхимы, известной или предполагаемой вирусной пневмонии. Были предложены несколькими авторами полуколичественные шкалы, карта плотности легочной паренхимы на основе от программ компьютерной оценки. Но согласно последним методическим рекомендациям, это 9-я версия 26-го, 10-го, 2020-го года, и основным руководством в условиях большого потока пациентов для быстрой оценки изменений в легких после проведения рентгенографии и компьютерной томографии рекомендована так называемая эмпирическая визуальная шкала. Она основана на визуальной оценке примерного объема уплотненной легочной ткани в обоих легких. Эмпирическая визуальная шкала используется в описании как рентгенографии легких, так и при компьютерной томографии органов грудной клетки. Первое – это отсутствие характерных проявлений. КТ-0, либо рентген-0. Второе – минимальный объем, распространенность меньше 25% объема легких. Это первая степень – КТ-1 или рентген-1. Средний объем – распространенность 25-50% объема легких. КТ-2, рентген-2 – средняя тяжелая степень. Значительный объем, когда распространенность 50-75% объема легких – это КТ-3 или рентген-3. Тяжелая степень. И субтотальный объем – распространенность более 70% объема легких – это КТ-4, рентген-4. КТ-4, критическая степень. Процент поражения оценивается отдельно по каждому легкому. И степень изменения оценивается по-легкому с наибольшим поражением вне зависимости от наличия постоперационных изменений. Например, процент поражения одного правого легкого – 20%, процент поражения легкого – левого – 35%. В заключение мы выносим вторую степень по наибольшему объему поражения, то есть по левому легкому – 35%. Оценка вероятности наличия вирусной пневмонии, обусловленной COVID-19 по КТ-паттерну. Высокая вероятность – типичная картина. Это расположение преимущественно нижнедолевое, периферическое, переваскулярное, мультилобарный двусторонний характер поражения, многочисленные периферические уплотнения легочной ткани по типу матового стекла, преимущественно округлой формы различной протяженности. Средняя вероятность или неопределенная картина. На компьютерной томографии мы видим мелкие участки матового стекла, без типичного периферического распределения, хаотично расположенные внутри легких. Низкая вероятность – нетипичная картина для COVID-19 пневмонии. Это преимущественно односторонняя локализация, единичное малое уплотнение легочной ткани по типу матового стекла, различной формы и не периферической локализации. Наличие участков инфильтрации по типу консолидации, без участков уплотнения по типу матового стекла или лобарные инфильтраты. Далее рассмотрим оценку степени тяжести заболеваний по данным компьютерной томографии органов грудной клетки. Норма КТ-0. Норма или отсутствие КТ-признаков вирусной пневмонии на фоне типичных клинических проявлений и эпидемиологического анализа. Легкая степень КТ-1. На компьютерной томографии мы видим зону уплотнения легочной ткани по типу матового стекла вовлечении менее 25% объема легких. Средне-тяжелая степень КТ-2. Зона уплотнения легочной ткани по типу матового стекла вовлечении от 25% до 50% объема легких. Тяжелая степень КТ-3. Зона уплотнения легочной ткани по типу матового стекла. Также могут присутствовать зоны консолидации вовлечения от 50% до 75% объема легких. И критическая степень КТ-4. Диффузное уплотнение легочной ткани по типу матового стекла и консолидации в сочетании с ретикулярными изменениями. Гидроторокс двусторонний преобладает слева и вовлечение паренхемы легкого больше либо равно 75%. Существует несколько стадий развития изменений в легких по данным компьютерной томографии. Выделяют четыре стадии. Это ранняя, стадия прогрессирования, пиковая стадия и стадия разрешения. Ранняя стадия. Длительность ее от 0 до 4 суток. На компьютерной томографии мы видим симптом матового стекла, локальные ретикулярные изменения на фоне матового стекла, расположение, обычно субплевральное, преимущественно затронутые нижние доли, ограниченное число пораженных сегментов, одно- или двусторонние распространения. До 20 до 50% пациентов могут не иметь КТ-проявлений на этой стадии. Стадия прогрессирования. Длительность 5-8 сутки. На компьютерной томограмме мы видим симптом булыжной мостовой, диффузные изменения по типу матового стекла, появление очагов консолидации, субтотальное двустороннее распространение. Пиковая стадия. Длительность 9-13 сутки. Симптом булыжной мостовой, диффузные симптомы матового стекла. Появление очагов консолидации. Пик объема поражения примерно на 10-е сутки, затем постепенное его уменьшение. Сохраняются симптомы матового стекла и булыжной мостовой. Из стадии разрешения ее длительности больше 14 дней, то есть от 14 дней и далее, частичное или полное разрешение, регресс, симптом матового стекла может сохраняться как резидуальное проявление, уменьшение объема поражения, зон консолидации, обязательно отсутствует симптом булыжной мостовой, левральный опыт. Изменения могут сохраняться. Динамика изменений в легких по данным рентгенографии и компьютерной томографии. Начальные проявления в первые дни заболевания. Расположение изменений двустороннее, преимущественно периферическое. Положительная динамика, стабилизация. Преобразование участков матового стекла в уплотнении по типу консолидации. Нарастание плотности измененных участков легочной ткани без видимого увеличения объема поражения легких. Формирование картины, организующейся пневмонии. И уменьшение размеров уплотненных участков легочной ткани. Отрицательная динамика изменений и прогрессирования. Это нарастание изменений. Увеличение размеров, протяженности, объема имевшихся участков уплотнений по типу матового стекла. Появление новых участков матового стекла и слияние отдельных участков матового стекла в более крупные уплотнения вплоть до субтотального поражения. Выраженность участков матового стекла по-прежнему значительно преобладает над консолидацией. И стадия разрешения. Это уменьшение размеров участков консолидации матового стекла. Картина, организующаяся пневмония. Длительность существования изменений в легких может существенно превышать сроки клинических проявлений инфекции. Наличие остаточных уплотнений в легочной ткани не влияет на длительность терапии инфекционного заболевания. И не является показанием ее продолжения в отсутствии клинических проявлений. Допустимые новые зоны матового стекла не более 25% поперечного размера гемиторкса. Сейчас мы на слайде видим проявление легкого течения болезни. Двустороннее уплотнение легочной паренхимы по типу матового стекла различной протяженности. Периферическое субплевральное распределение. Динамика положительная с полным восстановлением воздушности легочной ткани. Интервал между исследованием 18 дней. Проявление тяжелого течения болезни и прогрессирование изменений. Прогрессирование изменений. Мы видим множественное уплотнение легочной паренхимы по типу матового стекла. Различной протяженности. Преимущественно периферическое распределение. Динамика с выраженной отрицательной КТ-картиной. Мы видим трансформацию уплотнений по типу матового стекла в массивные участки консолидации. Интервал между исследованием 10 дней. Подытожим наши вышеописанные КТ-симптомы для общего предоставления. Основные КТ-изменения в легких при COVID-19. Это еще раз уплотнение легочной ткани по типу матового стекла различной формы. Участки уплотнений по типу матового стекла с ретикулярными изменениями. Картина булыжной мостовой. Участки консолидации легочной ткани. И синдром обратного ореола. Локализация изменений типичная для вирусных пневмоний. Билатеральная. При обладании в базальных и суплевральных отделах. Возможно перебронхиальная. Сейчас мы более подробно рассмотрим стенденцизированный протокол рентгенографии и компьютерной томографии. Обязательно нужно указать вид исследования, проекция, положение пациента. Все медицинские устройства и иные предметы, видимые на снимках. Интубационная трубка, катетеры, дренажи, зонды, искусственные водители ритма и прочее. Их расположение и правильность установки. Далее мы отмечаем наличие участков уплотнения легочной ткани. Их расположение. Периферическое, центральное, диффузное. Нарастание в направлении диафрагмы или верхушек. Локальные изменения соотносятся с отдельными долями или сегментами. Участки уплотнения легочной ткани при рентгенографии обычно не разделяют на матовое стекло и консолидацию. Далее мы описываем форму участков уплотнения, округлая или любая другая. Интенсивность тени уплотнения в легких. Признаки нарушения легочного кровообращения. Усиление легочного рисунка. Распределение его верхней доли. Расширение корней легких. Расширение камер сердца. Расширение сосудистой ножки сердца. И указываем другие признаки патологии легких. Это полости, очаговые диссеминации, локальные долевые сегментарные уплотнения и прочее. Плевральные синусы. То есть есть плевральный выпад или нет. И в заключении необходимо указать наличие патологических изменений и их распространенность. В случае первичного исследования рекомендуется указать вероятность соответствия выявленных изменений. Внимание. Это высокая типичная картина, либо средняя неопределенная картина, или низкая нетипичная картина норма. Для правильной трактовки полученных данных до начала описания протоколов крайне важно получение клинической информации об истории заболеваний и состоянии пациента. И сейчас мы переведем пример образца описания рентгенографии и компьютерной томографии легких при коронавирусной инфекции. Цифровая рентгенография легких. То есть первым этапом идет подробное описание о пациенте. Фамилия и имя имущества пациента, возраст пациента, вид исследования. Обязательно нужно указать первичное это исследование или исследование в динамике. Если это исследование в динамике, мы пишем дату первичного исследования. Номер исследования, дата исследования, обязательно указывается время исследования, проекция и положение пациента. Лежа, сидя, стоя. Далее вторым этапом у нас идет описательная картина выявленных изменений. Цифровая рентгенограмма органов грудной клетки выполнена в задней прямой проекции положений пациента лежа. В проекции мягких тканей левой надключичной области отмечается наличие артефакта металлической плотности. Визуализируемый костный остров без особенностей. Далее мы более подробно описываем патологию. Билатерально, с преимущественной заинтересованностью наружных зон и нижних поясов, нарастание в направлении от верхушек диафрагмы легочных полей, отмечается неоднородное, мало- и среднеинтенсивное снижение рентгенопрозрачности за счет полиморфных участков затемнения с нечеткими контурами сливного характера. Вовлечение легочной паренхимы правого легкого 50-75%, вовлечение легочной паренхимы левого легкого 50-75%. Легочный рисунок неравномерно ослаблен и обогащен, также перераспределен верхние полиса. Левый корень легкого частично скрыт тенью средостения, правый не структурен. Диафрагма куполообразной формы, контуры ее ровные, четкие, реберно-диафрагмальные синусы свободны. Средостение структурно, не смещено, тень сердца расширена в поперечнике. Третьим этапом в описании нашей рентгенограммы мы выставляем заключение. С учетом клинического статуса пациента и релевантного эпидемиологического анализа получена рентгенологическая картина, характерна для двусторонней полисегментарной интерстициальной пневмонии, указываем вероятность. Вероятность вирусной пневмонии высокая, типичная картина. Тяжесть заболеваний, по данным рентгенографии, тяжелая, рентген-3. Тяжесть заболевания мы выносим, исходя из оценки объема пораженной легочной ткани, процентное соотношение по визуальной эмпирической шкале, которую мы рассматривали чуть ранее. Далее рассмотрим образец описания компьютерной термографии органов грудной клетки при COVID-19. Он идентичен описанию стандартной классической рентгенографии. Первым этапом мы указываем все данные пациента, возраст, вид исследования, первичное или контрольное, номер исследования, дата исследования, время исследования. По возможности нужно указать дату появления симптомов болезни на день выполнения компьютерной термографии. Вторым этапом у нас идет описательная картина. Проведено нативное москватоисследование органов грудной клетки в высокоразрешающем режиме с толщиной срезов 0,5 мм с последующими трехмерными МИП и МПР реконструкциями. В обоих легких визуализируются многочисленные уплотнения легочной ткани по типу матового стекла различной протяженности без признаков консолидации. Пнемо-бронхограмма прослеживается на фоне перебронхиального уплотнения паренхима. Указываем расположение уплотнения и затемнений. Далее мы описываем протокол по стандартной методике. Архитектоника легочной паренхимы не изменена. Просвет трахеи главных одолевых бронхов прослеживается, не изменен. Средостение не смущено, структуры дифференцируются. Сердце расположено обычно, не увеличено. Перикард не утолщен, в его полости жидкость не определяется. Лимфатические узлы без признаков объемной и количественной лимфоденопатии. Выпыта в плевральных полостях не выявлено. Подмышечные лимфоузлы не увеличены. Отмечается наличие дегенеративно-дистрофических изменений со стороны грудного отдела позвоночного столба. И также третьим этапом мы выносим заключение. КТ-картин двусторонний полисегментарный вирусной пневмонии интерстициальный тип. По возможности мы указываем стадию процесса, ранняя стадия. Вероятность наличия вирусной пневмонии, обусловленной COVID-19, по КТ-паттерна высокая. Тяжесть заболевания, по данным КТ-исследования, тяжелая. КТ-3. При повторном исследовании в заключении необходимо отразить динамику изменений. Возможные варианты это отсутствие динамики, отрицательная динамика с увеличением протяженности изменений, появлением признаков ОРДС, присоединением бактериальной инфекции. Положительная динамика с уменьшением протяженности изменений. Либо может быть парадоксальная динамика, это положительная динамика при первом контрольном исследовании и отрицательная динамика при втором повторном исследовании. Сейчас мы приведем диагностические примеры вирусных пневмоний с положительным результатом лабораторного исследования, то есть уже верифицированные коронавирусные пневмонии нового типа. Мы видим очаговое уплотнение легочной паренхимы по типу матового стекла, округлой формы, субплевральное расположение, вовлечение паренхимы легкого меньше 25%. Это первая степень легкая, вероятность высокая. На представленной компьютерной томографии мы видим уплотнение легочной паренхимы по типу матового стекла, склонное к слиянию, преимущественно периферическое распределение, вовлечение паренхимы легкого 25-50%. Это вторая степень КТ-3, средняя, тяжелая. На данной компьютерной томограмме мы видим панлобарный уплотнение легочной паренхимы по типу матового стекла, сливающийся между собой, преимущественно периферическое распределение, вовлечение паренхимы легкого 50-75%. Это третья степень КТ-3, тяжелая. На представленной компьютерной томограмме мы видим диффузное уплотнение легочной паренхимы по типу матового стекла и консолидации, в сочетании с ретикулярными изменениями, вовлечение паренхимы легкого более 75%, двусторонний малый гидроторекс. Это четвертая степень КТ-4, критическая. Очень важным моментом в описании рентгенограмм и компьютерных томограмм является оценка объема поражения легочной паренхимы. И до данный момент по последним рекомендациям мы оцениваем объем площади пораженной легочной паренхимы по эмпирической визуальной шкале, которая основана на примерном объеме поражения легочной ткани. Комплексная оценка анамнистических, клинических и рентгенологических данных позволяет определить клинически подтвержденный случай COVID-19, маршрутизировать пациента и начать своевременную противовирусную терапию. Задачи службы лучевой диагностики в условиях пандемии. Первое – это улучшение исходов лечения путем качественной, своевременной и бесперебойной диагностики и контроля эффективности терапии. Второе – это недопущение распространения инфекции. И третье – это обеспечение готовности к работе высокой интенсивности в условиях возрастающей нагрузки на фоне потерь среди медицинского персонала. Благодарю за внимание. Продолжение следует...